Всем привет! Хочу сегодня снять небольшой ролик про гортензию. Совсем недавно на канале я показала видео обзор всех гортензий, которые растут у меня в цветниках. И в том числе я показала гортензию, которая растет в кашпо и назвала этот сорт полистар. И многие из вас мне написали в комментариях, что это пересорт. Полистар выглядит совершенно по-другому. Я, конечно же, открыла интернет, почитала описание, посмотрела фотографии. Я с вами полностью согласна, что это не полистар, пересорт. Решила провести расследование, почему так получилось. Я этой ранней весной покупала три гортензии в частном хозяйстве, черешковую и две метельчатых, полистар и литл пассион. Высаживала я в горшки, которые я плетала сама, и все снимала на видео. Я вспомнила этот момент, пересмотрела видео. И как же хорошо, что я показала, не просто сделала обзор сортов этих посылку, но и показала, в какой горшок, какой сорт я высаживала. Получилось так, что в этот горшок я высадила гортензию полистар. Это горшок 15-литровый, на видео все хорошо видно и сказано, где какая, в общем, гортензия. Значит, сюда высаживала полистар, а сюда я высаживала литл пассион. Но, когда я приклеивала этикетки, они вот они, я их перепутала. То есть сюда я наклеила полистар, а сюда литл пассион. И я думала, что у меня эта гортензия, этого сорта пропала. Ее высадило, все хорошо, но она замерла и так и пропала, в общем, засохла. Не знаю, с чем это связано, хотя грунт в этих горшках одинаковый. И получается, что полистар у меня пропал, а литл пассион выжил. И вот так она выглядит. Я опять открыла интернет, посмотрела соцветия, посмотрела лист. В принципе, размер и все соответствует. Так что, дорогие друзья, это гортензия литл пассион. Вот такая красавица, горшечная гортензия. Вырастает примерно 50-60 сантиметров. Соответствует полностью цветок фотографиям, описаниям. Я хочу вам сказать большое спасибо, что смотрите мои видео, определили пересорт и написали мне об этом в комментарии. Я теперь вот узнала, что это гортензия не полистар, а литл пассион. Вот такая красавица у меня теперь растет. И заодно хочу ответить на несколько комментариев. Мне написали, что гортензии не особо хорошо у меня выглядели. Но я уже говорила, что я в этом году летнюю формировку не делала. У меня много очень маленьких тонких веточек, которые нужно убирать, которые я убирала каждый год. А в этом году так получилось, что не формировала летнюю, не делала обрезку. Поэтому соцветий много, они мелкие. Сейчас давайте подойдем уж поближе. Тем более, знаете, у нас же в июне были заморозки, до 5 градусов мороза в нашей области было. Поэтому, да, действительно, гортензии выглядят совершенно по-другому. Допустим, как в прошлом году было лучше. Но вот смотрите, самарская лидия. Вот такое огромнейшее соцветие. Пинки-винки тоже. Вот такая красавица. Ну, почему они выглядят плохо? Я считаю, что выглядят совершенно хорошо. Skyfall. Вот она, красавица. Тоже выглядит неплохо. Еще такой момент, что гортензии я, как вы знаете, минеральными удобрениями я не пользуюсь. И поэтому я гортензии, честно вам скажу, и не подкармливала их никогда. Только за исключением это биогумус. Все. Больше никаких подкормок. Единственное, еще я подкисляла воду и проливала. Но я так делаю каждый год. Но в следующем году я решила пересмотреть свои взгляды. И все-таки декоративные растения, цветочные, я решила подкармливать комплексным удобрением. Вот хочу у вас спросить, кто занимается гортензиями, хорошее, комплексное удобрение. Посоветуйте, напишите мне в комментариях, пожалуйста. Я куплю и со следующего года буду подкармливать все цветочные культуры минеральными комплексными удобрениями. Ну, разве они плохо выглядят? По-моему, очень красивые гортензии. Ну, красивые же гортензии. Почему они некрасивые у меня? По-моему, отличные. У меня на сегодня все. Хочу вам еще раз сказать спасибо, что смотрите, комментируете. Подписывайтесь на канал, заходите в телеграм-канал. И всем пока. Продолжение следует...